друзья всем привет ну что кузов я расклеиваю на улицу пусть сохнет у него из дня три-четыре и начинаем работать с навесным начну я с самого конченого на этой машине это капот внутрянка я внутрянку помыл фотку в инсту выкинул было она конечно вообще мрачное печально и смотрелась очень плохо сейчас после отмывки видно что тут из печального только вот эти вот части именно только эти и больше в принципе глобально так ничего по гермитосу я смотрю что надо с вот этих пор до тех пор переложить тонкую колбасочку в помощь нам тут коралловый круг сейчас выдирать будем много выдирать лишнего не будем но надо почистить петлю надо почистить вот эти вот все точки и снять само собой гермитосик отсюда потому что тут тут чуть-чуть по гермитосом прет вот тут около гермитоса трещинка дальше принципе гермитос хороший но до этих пор надо переложить бы все выдрал коральчиком да не все так плохо как казалось не начало так казалось но казалось гораздо хуже в одном месте чуть-чуть пришлось поколупаться так сильно выбрать сейчас тут надо щетку теперь одеть кораллы не улазит тут пропустил и потом расчистить это все аккуратно наждаком и пока что припылить этим баллоном хитрым мудрым красится это все будет через силер ну тут цвет цвет это не столько цвет сколько грунт который потом припылен базой так что тогда подумаем короче как сделать еще посмотрим на него почистил машинкой 120 надо еще проверить может где-то руками надо залезть почистить тут допустим чуть под расчистить возьму 150 положу почищу и готовимся под грунт еще такой маленький лайфхак вот это вот все что нападала на капот сдувать не то что нельзя не стоит потому что потом она будет сыпаться и оттуда это выдать невозможно будет лучше все взять и пропылесосить обезжирена просушена преобразователь этот и в два прохода потом этот преобразователь перед грунтованием перетру грунтовать буду здесь все эпоксидом в два слоя и окрашивать уже частично также как это дело завод по эпоксиду и мы ржавая по конкретнее петелечка все очистилась хорошо вот так все сейчас 10 не забыл 10-15 минуток я пока положу багажник на второй стол срежу с него шильдики и можно переворачивать этот элемент и заниматься уже им снаружи кладем крышку резать сейчас буду шильдики шильдики можно резать разными способами нитью лезвием но самый удобный вариант это старым шпателем который же тонкий росла шпателек огонь спасибо что подогнал это леклеровский шпателя просто он уже сточен и за годы наждаком очень хорошо и реально острый работать буду пока что только с нижней частью верхней часть идеально я ее просмотрел ничего от мой еще раз просмотрю но тут грунтовать ничего счищать надо 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 так надо что же делаешь посмотрел на стекло знаете он тут и здесь расскажу что те кто-то пишет помидор то что пустой и�� и шпателем все борцом без подогнал но это все оплаты он будет подогнал что он у нее а вот какие то еще и как то умерло а в пустой а вот эти два два до рэма ну вот как я приплег Collaborate некоторые из первые два антихрон из первых не тот же одни все более из первых не тот же и подогнал но я что и декабли не очень хорошие что это все из первых кладем проходить обойдет но вот это видео можно нарядить эстеми кровополу а как будто бы конечно если вы снимаете шильды чисто под то что сделать на них антихром или нужно рядом что-то сохранить просто снять шильдит такой вариант конечно не прокатит там надо брать зубную нить и аккуратно срезать а так вполне все нормально все равно крышка все до металла снимается сейчас от моего расти com и будем вот этого дела делать по мою почистил смотрим у нас есть две ямы одна большая другая рядом с ней чуть поменьше сейчас берем то что мне меньше присылал обратный молоток клеевой made in deutsche land и у нас кстати кто-то спрашивал он под 250 долларов стоит в украине уже где-то там есть даже то есть привозили так что нужно сделать сейчас рассучу чуть-чуть вот эти зоны соседние чтобы чуть-чуть напругу снять и будем дергать клеевым все никак я себе не куплю молотки отбивки нормальные лампу сильно уже пошли выходит сама тут понятно что чуть-чуть под шпатлевание будет но хотя бы шпатлевки по минимуму будет это выходит сама по себе это почти ушла чуточку надо будет дернуть и все как ручками туда не залезу потому что потому что с этих пор начинается усилитель который тут приклеен зашибись может еще получится так что я его не дерну нормально даже надо потихонечку думать о споттере реально прям такие моменты когда вот тут бы мне очень нужен был споттер прямо очень-очень так смотрим что у нас сюда подходит сюда у нас подходит это большая это треугольная 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 наверное давайте начнем с треугольной посмотрим чем нас сможет спасти это штуковина иди сюда еще попробуй оторви главное чтоб руки были более-менее чистые и металл был обезжиренным но металл был обезжиренным я отмывал тут все говно которое было поэтому он обезжирен эту штуковину сейчас мы наверно вот так и оставим чуть-чуть остыть так а сюда сейчас прилепим вот сюда хотя тут знаете тут под шпатлевку принципе осталось например прилепим малыша чуть-чуть дернем минутку подождали накрутили и так надо по убирать нафиг все отсюда это сейчас будет и раз смотрим результат имеется теперь надо дернуть эту и уже маленькой работать подняло хорошо процентов не знаю как вам видно или не видно да по чуть-чуть и вам видно что короче вот эта зона ушла к ребру конечно же тяжелее будет поднимать но тем не менее хотя бы что-то уже у нас без покраски мы скажем так отрихтовали и до вас тут особо тянуть нечего было я это уберу даже на этом лакокрасочном потом тоненько протяжка будет как не крути тут без шпатлевки я не выведу клеимся тупо прямо в ребро так также минутку ждем по поводу набора пока у меня там сохнет уже несколько людей когда у нас был учебный семинар же не придел из германии спрашивали за этот молоток есть пару вариантов когда их можно передать будет из германии ко мне сюда в украину цена примерно будет в районе ну я думаю в районе 200 долларов вместе с доставкой со всеми делами то есть он у нас 250 к нам 200 ориентир может быть чуть чуть больше надо посчитать то есть если кому-то надо пишите только заранее потому что ждать доставку это не одной неделе вопрос продолжаем а штука прикольно она нет нет да нужно и бабам хорошо держится клей сильного эффекта нету еще разок надо выдержать чтобы по минимуму шпатлевать пока там клеится еще простучу по периметру вот помогло расслабление собака нам пришел собака пришли а у либо простукиваем еще и уже в шишак потянул я сейчас очень хочу попробовать большой на по это дернуть как она пойдет чтобы не точечно потому что я точечно начинаю вытягивать сиську ждем короче такими манипуляциями я покажу к чему я выдергаюсь покажу куда я дошел тут перетягивал застукивал в принципе плоскость хорошая только видно сиськи чуть-чуть не добиты сюда в край я смог залезть крючком то есть края поднял полностью дальше крючок уже не залазит там усилительно как раз начинается ребра и пошел плавун но он уже не выходит у меня не вылазит вот отсюда хорошо видно до куда я нормально залез крючком а где пытался но он туда по толщине не проходит вообще никак но и тем не менее это уже шпатлевки так будет на полтора протяга сейчас все снимаю до металла ротексом тут коррозия тыщ тут коррозия непонятно на ровных местах да тут их есть жуки поснимаем по счищаем все торцы расчистим также не лезу в эту полку чтобы к стеклу близко не подходить там вроде все у нас целое ровно и замотаем по грунту им покрасим по капоту так же тут что смог подергал присоска это в принципе чуть-чуть его подровнял вот этот кант весь будет конечно зашпатлеван мощный потому что тут сломано все было также сейчас все в ноль металл и посмотрим что у нас там внизу имеется почистили ничего сильно такого прямо жутко страшного нет я думаю одна протяжка стекловолокна две протяжки rapido и мы тут закончили есть специальный начислил начал чистить очаги коррозии показать ставил как выглядит подлога красочным тут 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 если это все 120 это чистится в легкую три точечки их надо сейчас разматывать вручную или на машинке там как получится это же тонненько протянуть расчищая расчищая и вот коротко о том же что переплачивать клиент многие пишут то зачем можно шматанул грунта ну выровнял и гуд типа и клиента дешевле и сам сделаешь быстрее быстрее не сделаешь на снятие всего капота уходит примерно час уже просчитано все неоднократно но уж не видите вот этих самых главных приколов эти приколы не с каждым годом как на фольксвагене такие грибы растут хорошие вот это вот они да но может они следующем году вылезет но он все равно вылезет а так как можно расчистить полностью собрать на жидаком они сдираются нормально потом обработать металлы пошла гарантия понятно что не на этот капот ну все равно сам принцип действий как бы таковой пока что расчищаем 40 минут спустя капот весь чистый проверено все все нормально в принципе капот жить будет после ремонта есть мордочка которую надо прошпатлевать тут тоже все чисто на носу и вот эту точку еще дочистить надо и тоненько и прошпатлевать так все ровно проблем вроде на капоте глобальных не вижу казался он плохеньким но после рачистки внутрянки и наружки не так все печально обезжирю и шпатлюем крышкой в процессе пока перетирал капот постепенно прошпатлевал один слой стекловолокна два слова шпатлевки rapid у полоской теперь сохнет пока шпатлюемся там сюда можно будет идти перетираться в принципе ничего сложного только время затягивает три часа уже фу мне начинает нравится rapid все больше и больше здесь стекловолокно два слоя rapido 1 перетирка на машинке 120 вручную 150 брусочком коротким все идеально перебиваем риска на 180 грунтуемся здесь тоненько стекловолокно в самых ямках вот тут видно ямка была крупная тут волокно чуть-чуть тут вся полка переднего волокне просматривается дальше макс маер белая и rapid вот это темненькая одна перетирка передирался на рубанке 80 и 150 без машинки без ничего потому что тут машинки бесполезняк тереть все кругу и перетерся все готово не пор никаких ни дыр ничего такого нет крупных таких либо острых ступеней металла здесь нет поэтому опять же все готово в грунт перебиваемся здесь 180 вот а везде 120 по металлу на машинке и грунтуемся в принципе за сегодняшний день плюсом я там потом еще занимаюсь машинкой 1 это такое не для съемок то есть там там как бы еще и успеваю это сегодня загрунтую там машинку пока в процессе работы порядок грунтования будет такой же как и в прошлом видео это эпоксидный грунт 40 минут сушки и но здесь три слоя грунта будет везде потому что тут мало ли где-то что-то на капоте надо подточить чтобы была толщина ну все закончено грунтование снаружи три слоя здесь два толстых здесь на этом на кусочке шпатлеваном 3 толстых из внутри а ну-ка скажите точно где закончился мой грунт эпоксидный а где остался заводской цвет один в один вот прям один в один это уже мой грунт попал наполнительно то не страшно перетрем и будет все красиво ровно красота прям эпоксидник втянулся ну завод ел упал завод припылим также цветом как оно было на козла будем красить на козлах цветом распылюсь а еще валик положить на на тоненький ну то все чуть позже теперь смело это все дело оставляется дня на два сохнут пока я буду заниматься с дверями еще с бамперами там есть чем позаниматься здесь все высохнет капот вышел очень хорошо я ожидал каких-либо с ним проблем именно проблем ну нет такие естественные трудности вышли они нормально чуть-чуть поправил их подстучал капотик будет жить я думаю хозяин машины не поменяет его потому что не будет в этом необходимости я рад что получилось вывести этот капот ну багажником проблем никаких все ровненько хорошо внутряг не трогался не гарантовался внутряг будет только окрашиваться с дверями проблем никаких на двери переложу валик герметика на какой то что ты обратил внимание чуть-чуть и ржавчинка остальные три двери нормальной перетереть до металла также перегрунтовать через эпоксидник и все двери показывать не буду включимся на этой машине на покраске всем пока